дорогие друзья я сейчас нахожусь под оливковым деревом в саду где взращивают оливки и я хочу сказать что вначале они выглядят вот так вот вот посмотрите пожалуйста они такие малюхонькие такие зелененькие а потом когда они поспевают простите если я не неправильно выражаясь на русском языке но объясню как могу когда они поспевают когда фрукт или ягода я не знаю как что это овощи ну не точно не овощ ну давайте будем называть фрукт когда оливки готовы их собирают а потом их помещают под определенное давление то есть есть такой молотильник из камня где внизу есть дырочка и оливка когда попадает оливки когда попадают под этот под это давление их молотят их давят из оливки потом вытекают вытекает масло это вот это чистое оливковое масло которое было сделано под именно вот под таким давлением то есть здесь нету каких-то других примесей и этот это масло было только что куплено в специально вот в таком месте где взращивают оливки выращивают оливки и делают масло и вы так далее вы поняли да что я хочу этим сказать что знаете я хочу просто вот засвидетельствовать что своей жизни очень много раз проходила такие обстоятельства где я очень много раз вызывала к богу и говорила я я не смогу все я больше не смогу господь выбери кого-нибудь другого я не смогу я не смогу пройти это давление не смогу пройти эти трудности которые в которые я сейчас попала да и какие-то возможные испытания какие-то возможно давление но я хочу сказать когда ты проходишь определенное давление из тебя вытекает масло помазание и что я хочу этим сказать что если тебя поместили в какое-то давление если как я люблю говорить если бог поместил тебя в горящую печь и как написано в книге апостола петра что наша апостола петра или якобы я точно не помню но наша вера она будет как огнем испытанная как чистое золото огнем испытанной и с долготерпения да то есть иногда наша вера будет испытана иногда наша верность будет испытана поэтому я хочу сказать что если бог куда-то тебе поместил это значит что он знает что ты сможешь это выдержать что ты можешь это пройти я хочу сказать в первую очередь что ты там не один ты там не один бог рядом с тобой он тебя не оставит и я хочу сказать что чем больше тебя бог готовит или испытывает или давит так скажем да тем больше затем будет дано тебе помазание поэтому дорогие еще раз привет вам из оливкового сада с оливковым маслом и просто хочу ободрить вас что как апостол павел сказал что он не дает нам сверх силы испытания но если он дал кого это испытание узнаешь что ты сможешь это пройти так что благословляю вас